Всем привет! Меня зовут Маша Зайцева, и это, наконец-таки, какое-то разговорное видео, а не влог. Не помню, когда в последний раз я снимала просто такое вот разговорное видео, когда я сидела перед камерой и болтала с вами. Я очень много болтаю о своих влогах, но очень редко снимаю какие-то отдельные разговорные видео. Ну что, учебный год в самом разгаре, как говорится, а это значит, что навалилась куча каких-то задач, контрольных проектов, а это значит, что усиливается тревога и стресс, которая очень сильно мешает нам жить, наслаждаться жизнью, отдыхать и просто спокойно выполнять какие-то задачи, которые нужно выполнить. Ну и не дает сосредоточиться на каком-то деле. Я очень много болтаю в своих видео про тревогу и стресс, рассказываю какие-то советы, лайфхаки, как я с этим справляюсь, точнее, как я стараюсь справляться с этим. Но я понимаю, что это все разбросано в каких-то разных видео, в разных влогах, и я решила, что было бы очень удобно вам, если я просто все это соберу в одно видео. Здесь будут также новые советы, потому что я недавно прочитала, наконец-таки, книгу «Свобода тревоги». Я также повыписывала какие-то мысли, инсайты, как-то по-модному говорится, из этой книги. Вот, я надеюсь, правда, что вам будет полезно смотреть такое видео, и что вы найдете какой-то совет, какую-то рекомендацию для себя. На самом деле, с очень сильной тревогой и стрессом я столкнулась именно после школы, когда я ее закончила. То есть, когда я училась в школе, да, я могла переживать из-за каких-то, может быть, контрольных, из-за каких-то уроков, но это были не настолько сильные переживания, я настолько сильно не парилась. Как говорится, чем взрослее мы становимся, тем больше у нас тараканов становится в голове, и сложнее нам становится жить из-за этого. Я всегда с теплотой вспоминаю свои школьные годы. Действительно, это уже никогда не повторится, это такое беззаботное время. Я знаю, что не у всех школьные годы ассоциируются с чем-то хорошим, но лично мне очень повезло и со школой, и с учителями, и с коллективом, в общем, со всем. Я очень благодарна судьбе, что я училась именно в своей школе. И вот, знаете, иногда очень хочется вернуться в школу, поностальгировать и меньше переживать. Кстати говоря, про школу. 5 октября пройдет всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать». Поучаствовать могут не только школьники, но и студенты. Это веселое времяпровождение, которое поможет вспомнить школьные годы. Такая образовательная акция откроет возможность каждому желающему проверить свои знания и приблизиться к миру науки. Контрольная проходит онлайн и включает 5 дисциплин. Математику, физику, биологию, информатику и астрономию. Участники могут выбрать одно или несколько направлений. Всего за один час потребуется решить 5 интересных задач, которые проверят знания школьной базы 8-9 классов. Для участия в контрольной необходимо зарегистрироваться на технологической платформе AllCaps от ВКонтакте. Все участники акции получат сертификат о прохождении контрольной с указанием места в рейтинге, который формируется по 5 предметам. Авторы 25 лучших работ по каждому отдельному направлению получат мерч от проекта «Выходи решать». А лучшие 10% участников среди школьников смогут поступить в заочную физико-техническую школу МФТ без вступительных испытаний. Также будут разыграны сертификаты и электронные книги от партнеров проекта. Но принять участие в контрольной можно не только онлайн. Также она проводится на очных площадках. Эти площадки будут организованы в университетах, школах и культурных центрах, где также будут проходить интерактивные мероприятия для участников и их семей. 74 региона и 1000 площадок. А найти ближайшую площадку можно на официальном сайте физтехсоюза. А больше информации о контрольной можно найти в сообществе ВКонтакте «Выходи решать». Все ссылки я оставляю внизу в описании. Регистрируйтесь и проверяйте свои знания. Самый первый и важный шаг – это признание. То есть признать, что вы тревожитесь, что у вас есть тревога. Это совершенно нормально, потому что все мы люди и все мы тревожимся. Поверьте мне, просто все в разной степени испытывают тревогу или стресс. Все по-разному ее проживают. Кто-то больше внутри, кто-то больше как-то показывает всем телом, что он тревожится с каким-то состоянием и так далее. Я знаю людей, которые, когда тревожатся, они наоборот гиперактивные, а кто-то наоборот больше как-то уходит в себя, больше на спокойном таком. Я больше говорю про себя, хотя в разных случаях я по-разному переживаю тревожность. То есть я могу либо быть суперспокойной, проживать все внутри, как-то обдумывать все это и так далее, а могу наоборот быть гиперактивной и хотеть куда-то побежать, что-то подделать, лишь бы не копаться в своих тревожных мыслях. И, пожалуйста, не стыдитесь говорить, что вы тревожитесь. Если вы поделитесь с близким человеком какими-то своими мыслями, переживаниями, чувствами, все это расскажете, вам правда станет легче. И не только от какой-то поддержки от человека, а просто от того, что вы выговорились. Поэтому признание, не стыдиться говорить, и тем самым уже становится легче. Знаете, вот в этой книге, когда я читала, написано, что тревога идет еще от наших предков. Потому что тогда люди выживали, охотились, жили в пещерах, и они всегда боялись, переживали. Поймите, что тревога равно желание все контролировать, желание контролировать какую-то ситуацию. Просто отпустите ее. И знаете, еще есть также очень подходящая сюда фраза, если ты не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней. Мне кажется, что это вот, как говорится, из одной оперы все. Чем больше вы стараетесь контролировать тревогу, загонять ее в какие-то рамки, тем сильнее она становится. Поэтому тут, правда, нужно отпустить ситуацию. Я понимаю, насколько это может быть сложно. Но здесь просто себе нужно как-то внушать. Самовнушение, знаете, тут работает. Не думаем, как пройдет какая-то защита или еще что-то. Я понимаю, что это чаще всего очень-очень важно для нас. Но просто нужно сказать себе, так, все, я об этом не думаю. Все пройдет хорошо, я точно готова к этому дню, я готова к этому мероприятию. Не нужно контролировать свои эмоции, чувства, мысли и ощущения. Попробуйте погружаться в них. И особенно, если вы глубже будете погружаться в какие-то свои ощущения и чувства, и особенно акцентировать свое внимание на каких-то положительных эмоциях, хороших, то станет легче. Например, вот вы идете по улице, сосредоточьтесь на каких-то положительных ощущениях. Например, сейчас у нас наступает осень. Это какие-то листики, это вот этот вот запах листвы такой осенний, дождик. Да, он не всегда, конечно, радует, но в этом тоже что-то есть. Ощутите этот запах, этот момент. Поймите, что совсем скоро наступит зима, и природой вообще пахнуть не будет. Вокруг нас жизнь, природа, другие люди. И постарайтесь просто наблюдать за жизнью. Ваша тревога — это на самом деле противостояние тревоги. Как только вы сдадитесь, откажетесь от контроля, позволите своему разуму, голове и телу расслабиться, какие-то ощущения и мысли смогут проходить мимо вас. Вместо того, чтобы пытаться управлять своими мыслями, просто скажите себе, что пусть всё идёт, как идёт. Пусть случится то, что должно случиться. Нашла очень классную практику, которая, опять же, помогает отвлечься от каких-то вот тревожных мыслей. Это когда вы стоите, например, у себя в комнате и начинаете описывать предметы, которые вы видите. Компьютер. Он прямоугольный. Там, я не знаю, такого-то цвета, в таком-то чехле с какими-то наклейками. Просто описывайте предметы. Это очень помогает. Понятное дело, что в своей комнате вам это не понадобится. Скорее, в каком-то помещении, например, где планируется какое-то выступление важное. Там наверняка будут какие-то детали, вещи. И просто отпускаем ситуацию, уже не думаем, как пройдёт выступление, а просто начинаем описывать предметы, которые видите вокруг себя. Тем самым мозг отвлекается от стресса, переживаний, тревоги. И ещё одна практика классная. Постарайтесь просто вспомнить все какие-то сложности, все трудности, с которыми вам уже удалось справиться. Например, я могу перечислять то, что я уже сдала ЕГЭ, хотя в каком-нибудь там восьмом классе казалось, что, господи, как это ужасно, страшно, сложно. И как это вообще возможно. Это просто такие банальные примеры, которые сразу приходят на ум. Но если покопаться в себе, в вашей жизни, что вам было сложно, с чем вы справились, вы обязательно найдёте вещи, которые вы преодолели, так скажем. И просто выпишите их на листочек. Все какие-то вещи, за чего вы переживали. Это даже может быть обычная, я не знаю, защита какой-то презентации. Вот вы переживали очень сильно перед ним, но потом вышли, выступили, что-то рассказали, ответили и получили там хорошую оценку или хорошие баллы. Это тоже какое-то самовнушение. И когда вы выписали всё вот это вот на листочек, вы вот его видите, читаете, понимаете, да ладно, я могу, я справлюсь. Я справился с этим, я справлюсь и с тем, что меня ждёт там завтра. Это были какие-то суперумные мысли, которые у меня были выписаны в заметках из книги, и не только из книги, это были также просто мысли. Не могу сказать, конечно, что я прям очень рекомендую эту книгу к прочтению. Да, там есть что-то очень полезное, но в принципе книга интересная. Теперь лично вот мои советы, что я делаю, когда мне тревожно. Кстати, вот практики, которые я рассказывала, так скажем, в предыдущем блоке этого видео, я тоже ими пользуюсь. Они реально помогают мне, поэтому попробуйте, обязательно пробуйте. Я всегда говорю, что какие-то советы могут вам помогать, какие-то могут не помогать. Это совершенно нормально. Надеюсь, что про физические нагрузки и спорт уже ничего говорить не стоит, потому что все мы знаем, что вырабатывается адреналин. Вы вырабатываете весь как раз вот этот вот стресс-тревогу, накопившиеся плохие мысли. Всё выходит через физическую активность. Настраивайте себя позитивной, хорошей музыкой перед важным днём. У меня очень часто бывает такое, что я просыпаюсь и я уже вот переживаю. У меня сразу вот так вот включается тревога, как по щелчку пальцев. То есть только прозвонил будильник, я только, можно сказать, проснулась. У меня вот сразу вот начинается вот этот вот мандраж, тревога. Окей, бывает приятный мандраж вот такой вот перед каким-то важным и классным событием, которое ты, наоборот, очень-очень ждёшь. А бывает вот такой неприятный мандраж. И я просто, когда собираюсь утром, включаю себе в наушники свою любимую музыку, какую-то позитивную, которая качает, которая как-то отвлекает. Может быть, это мотивационная музыка. Вот, например, кстати, я стала часто слушать песню Полины Гагариной из фильма «Хоккейные папы. Не сдавайся никогда». Вот такая вот мотивационная песня, всем рекомендую. Очень классная песня также есть у группы Ума Турман. «Всё получится» называется. Тоже просто, господи, какой кайф. Ещё у них есть классная песня «Звёзды», которая тоже очень вдохновляет. Кстати, вы можете покидать свои какие-то вдохновляющие треки, успокаивающие вас. Вот, давайте делиться в комментариях, вдруг у кого-то вкусы музыкальные совпадут, и вы найдёте какую-то песню, какой-то классный трек для себя. Большинство эмоциональных проблем решаются сном. Поэтому, пожалуйста, хорошо спите. Спите 7-8 часов. Я понимаю, что иногда это очень сложно сделать. Но поймите, что лучше поспать, чем сделать какой-то реферат, какое-то задание за ночь. Эмоциональный не равно физический голод. Я думаю, что многим знакома такая ситуация, когда мы начинаем заедать свой стресс. У меня, кстати, есть два настроения у организма, когда я переживаю. Я либо начинаю его заедать, либо я, наоборот, начинаю вообще не хотеть есть. То есть, я вообще не ем. Мне даже немножко подташливает от еды. Я не могу вообще ничего есть. И вот я не знаю, какая логика моего организма в эти моменты. Пожалуйста, не забывайте про друзей, про яркие эмоции и впечатления. Потому что, как бы вы ни переживали по какому-либо поводу, все равно важно насыщать себя какими-то эмоциями положительными. И вот какие-то события, мероприятия, это же очень вдохновляет и помогает. Сходите на какой-нибудь концерт. Сходите на концерт любимого исполнителя. Сходите в театр на каком-нибудь спектакле. Будь то это просто спектакль или мюзикл. Сходите в кино. Просто сходите погуляйте с друзьями. Можно придумать множество идей, чем заняться, что такого поделать, чтобы доставить себе удовольствие. Например, лично у меня это так работает, что я сходила на какой-нибудь концерт, я очень вдохновилась что-то делать. Я сходила на какой-то спектакль, мюзикл, я тоже очень вдохновилась что-то делать. Я прям, знаете, насыщаюсь энергией этих артистов, актеров. Либо же я могу просто посмотреть какой-то фильм классный. Он мне понравился, я такая вау. И я взяла вдохновение оттуда. Черпайте вдохновение просто из всех вещей, которые вокруг вас. Раньше я думала, что, ну, блин, на съемку видео меня вдохновляют только любимые блогеры, да? На самом деле нет. Это мы себя ограничиваем, что на съемку видео на YouTube могут вдохновлять только блогеры, которые сами снимают на YouTube. Нет. Вдохновение, правда, можно найти из любой вещи в нашей жизни. Итак, финальный пункт. Берем листочек, либо какой-то блокнот, и просто туда выписываем все свои чувства, эмоции, ощущения. Если вам грустно, почему вам грустно? Анализируем это, выписываем вот эти вот пункты. Если вам, наоборот, хорошо, тоже можно просто написать какую-то заметку, когда вам хорошо. Чтобы не было такого, что вы пишете в какой-то свой блокнот только тогда, когда вам плохо. Чтобы вот вы видели, что в один день вам хорошо, в другой день вам не очень хорошо. Это совершенно нормально, что настроение вот так вот скачет. Так у всех. Потому что зачастую, когда у нас есть какие-то свои тараканы, или вот, опять же, мы ощущаем тревогу, мы думаем, что мы одни такие, что только мы из-за этого переживаем, или только мы из-за этого грустим. Это не так, мы не одни, и на самом деле нас много таких. В общем, просто в блокнот выписываем все какие-то свои мысли, чувства, переживания. То есть вы задаете себе вопрос, почему я переживаю, из-за чего я переживаю. Какое-то важное событие завтра. Окей, хорошо. А что такого может случиться на этом событии, что я переживаю? Просто берем, анализируем, все на листочке, задаем себе наводящие вопросы, и копаем, копаем глубже. Это были все советы на сегодня. Я надеюсь, что вам было, правда, интересно и полезно смотреть такое видео. Не забывайте поставить лайк и написать любой комментарий для поддержки этого видео, потому что сейчас, в наших реалиях, когда YouTube работает через раз, это очень важно для каждого блогера. Спасибо за просмотр. Ну а с вами была ваша Марш. Субтитры сделал DimaTorzok